Загадочное землетрясение потрясло Баку. Чувствительные толчки пробудили спящий город, заставив жителей покинуть свои уютные дома. Что произошло в понедельник вечером? Магнитуда 5,7 заставила землю дрожать как под невидимой силой. Баку не был одиноким, ведь толчки распространились и на другие уголки Азербайджана. Волнение в Каспийском море вызвали тревогу в душах местных жителей. После основного события появились авторшоки магнитудой 2 и 3. Земля продолжала подрагивать, словно протестуя против спокойной повседневности. Очаг разрушения находился в удалении, 46 километров к северо-востоку от города Хачмаз. Скрытый на глубине 35 километров, он таил в себе силу, способную нарушить покой обычной жизни. И даже Дагестан не остался в стороне. Отдельные отголоски этого события достигли его земель, разбудив память о могуществе природы. Сообщения разрушения в потерях не поступали. МЧС Азербайджана, Стражи Безопасности, сохраняли твердость и готовность оказать помощь в любую минуту. Однако важно услышать мнение главного сейсмолога Азербайджана, что он скажет о вероятности сильного землетрясения в самом Баку. Азербайджан относительно не такой сильно опасный. Турция там сильная, Греция, Италия, вот это активные зоны, понимаете, тоже Альпийский гемеладский поезд, активный. Средняя Азия тоже опасная очень зона, у нас менее опасная. Что касается Баку, ну вот я тогда еще выступил, сказал, что в 1999 году, вот когда я говорил об этом, я говорю, почему я выступаю. Я хочу бакинцев успокоить, что не надо пугаться. Баку находится в прекрасной с точки зрения безопасности зоны геологической. Под Баку имеется очень мощный осадочный слой, 25 километров. Это что такое? Это рыхлые в основном породы, это известняк, глины, пески, там, сугренькие и так далее. То есть рыхлые породы осадочного слоя. Вот такое вот место есть только в Мексиканском заливе. Все. И вот обширом на обширом. Остальные места Азербайджана этого нету. Там 7, 8, 9 километров осадочный слой. Вот этот осадочный слой, он является поглотителем сейсмической энергии. Внутри этой подушки накопление больших энергий невозможно. Ну максимум там может до 3-4 баллов накопиться и разрядиться быстренько. Потому что там сама среда горных пород, она не способна накапливать и вот эти большие энергии. А где это под осадочным слоем? Там, где начинается гранитный слой, базальтовый слой. Тем более, что на Южном Каспии гранитного слоя нету. Сразу базальтовый слой идет, а на среднем уже появляется. То есть Южный Каспий имеет океаническое строение. И вот поэтому я сказал, что под этим слоем будет. А уже когда волна пойдет через этот слой, она поглотится примерно на 60-70 процентов ее энергии. И до поверхности, даже если будет очень сильное землетрясение с точки зрения магнитуды, на поверхности все равно больше 6-6,5 не будет с точки зрения интенсивности. То есть это две вещи разные. Вот магнитуда очень часто, ну это понятно, да, не специалисты, они говорят 7 баллов магнитуда, 7 баллов. То есть это разные вещи интенсивности магнитуда. Да, магнитуда до 9 баллов. А интенсивность до 12 баллов шкала. Интенсивность что это такое? Интенсивность это то, что важно людям. Интенсивность она показывает, с какой амплитудой начинает движение на поверхности. То есть шкала интенсивности основана на результатах землетрясения. То есть если вот возьмете шкалу, там написано, если идет, например, трещина, предположим, в здании кирпичном, то это, например, 5 баллов. Если в каменном здании трещина, то это, например, 6 баллов и так далее. То есть по результату определяется интенсивность. То есть интенсивность показывает степень разрушения, степень реакции, построек на... и также, так сказать, естественно, амплитуду колебаний. А магнитуда – это энергия. Это энергия землетрясения, которая выделяется. Вот если землетрясение глубоко, ее энергия может быть огромна. Но оно глубоко. И пока это дойдет до поверхности, его интенсивность будет слабой. То есть магнитуда может быть, например, 8, а на поверхности интенсивность землетрясения, то есть его сила, может быть, например, 4-5, если оно очень глубоко находится. Поэтому вот тогда вот было вот таким образом, так сказать, это все сказано, заранее было предупреждено, мы находимся в подушке безопасности, слава богу, это будет всегда, и мы всегда будем в безопасности, понимаете? Вот так. Город Баку входит в 8-9-бальную зону по сейсмическому районированию, а по микро- районированию там уже делятся там 8 баллов какие-то участки, какие-то участки 9 баллов, и в соответствии с этим дается соответствующее указание строить по 8-бальной зоне, значит, здания или по 9, то есть способные выдержать 8 баллов или 9 баллов. То, что касается советских зданий, ну вот здесь я, например, совершенно был спокоен. Да, эти здания, они нереально, они были рассчитаны на 8, на 9 баллов, то есть их строили по хорошим статусам, особенно сейсмостойкими были здания, которым больше всего ненавидели, блочные здания, понимаете? Они из бетонных блоков, да, там сыро, там неприятно все это, и так далее, но они очень сейсмически очень устойчивы. А неустойчивыми обычно были вот здания, каркасные здания. Ну вот Баку почти 4 миллиона человек, да, население, это 40% всего населения Азербайджана. Поэтому нам очень важно, да, вот насколько безопасно Баку. Учитывая, что, как я сказал, более 6-6,5 баллов здесь не может быть, я считаю, что в принципе Баку безопасен с сейсмической точки зрения, хотя по сейсмическому районированию он находится в 9-8-9 бальной зоне. То есть это очень высокий очень балл. Но в других регионах Азербайджана, других опасность есть. В других опасность есть. Например, Шумаха и Смолинская зона, там высокая опасность, и напряженность сейчас находится на высоком уровне. Области Гянджи, то есть вся южная часть Накарань, там тоже сейсмоопасная зона. Ну, более-менее безопасная, это вот Прикуринская низменность, там относительно, так сказать, нормальная, безопасная достаточно зона. Ну, а Абширон непосредственно, по идее, лежит на зоне Бенеофа. Ну, просто благодаря этой подушке он, так сказать, обеспечен безопасностью. Если говорить о прогнозе, ну, вот я вам покажу просто график, да, график цикличности. Вот посмотрите, вот это график цикличности с 1989 года с прогнозом на до 2030 год. Вот вы видите, здесь циклы, да. И вот эти циклы есть, более мелкие циклы, они объединены, более крупные циклы. И вот мы видим, что вот здесь есть несколько крупных циклов. Вот сейчас, как раз-таки, в 2017 году, я об этом говорил, минимум был крупного цикла, и он начал идти на максимум, на рост. И я тогда дал прогноз, я сказал, что вот с 2017 по 2026 это период очередного пика сейсмической активности. Вот здесь вы видите 2023-2024 год. Это пиковые значения для этого цикла. То есть нам надо ждать вот максимум сейсмической активности, в том числе в нашем регионе, в том числе вот на пределах всего Альпийско-Гималайского полюса, Иран, Турция, Кавказ, Закавказья, в этот период. Вспомним Шамахинское землетрясение, событие, которое перевернуло историю. Шамахинское землетрясение с магнитудой 6,9 баллов, произошедшее 13 февраля 1902 года, было самым сильным землетрясением за всю историю Азербайджана. Землетрясением был разрушен почти весь город и погреблено под его развалинами по разным источникам от 2 до 3 тысяч жертв. Около 4 тысяч домов было разрушено. Это было самым сильным и последним в череде из 9 землетрясений, потрясших город в 1806-1902 годах. Присоединяйтесь к нам, чтобы раскрыть тайны прошлого и проникнуться сегодняшними вызовами. Разбудим вместе историю и настоящее, чтобы найти путь к пониманию и мудрости. Субтитры создавал DimaTorzok